Сейчас я еду в Нью-Джерси в штате по 95 дороге. Рут 95. Эта дорога довольно длинная. Если я бы не сходил с этой дороги, просто дозаправлялся, то я бы доехал прямо до Майами на юг. Это примерно 2000 километров. Вот и когда я буду ехать туда, я иногда езжу на машине в Майами, я тоже поснимаю. Я не знаю, у меня айфон сейчас висит на креплении таком на стекле в машине. Может будет трясти, может быть скорее всего. Я еду со скоростью 60 миль в час, чуть больше, порядка 100 километров в час. Въехал я с 95 дороги и еду по 9 дороги. Дороги бывают федерального значения, бывают штатного значения, бывают county road. Каунти это как райцентрное, районного значения. Девятая дорога в данном случае это штатного назначения номер 9. Могут быть и другие девятые дороги в других штатах. А 95 это был федерал хайвэй. Пейзажи в Нью-Джерси, конечно, не такие, как в Нью-Йорке, как вы сами понимаете. Люди живут здесь, как правило, в том, что называется development. Такой поселочек, в котором могут быть построены сколько-то домов, там 25, 30, 50, 10 в стороне, недалеко от дороги. Но надо чуть-чуть съехать, чтобы посмотреть. Может быть, у меня будет возможность, я вам покажу какой-нибудь development. Соответственно, они бывают более дорогие, более дешевые, но, как правило, люди живут в частных домах. Это может быть отдельно стоящий дом, это может быть то, что называется townhouse, когда стенки примыкают друг к другу. Но таких, чаще в таких development, таких поселочках. В Нью-Джерси люди ходят пешком мало. В Нью-Джерси все передвигаются на машинах. Если надо там магазин куда-то подъехать, крупный или мелкий магазин, ты едешь на какую-то плазу. Вот, например, справа вы видите плазу. Там кучка магазинчиков, может быть, какие-то офисы еще, там медицинские, может быть, школьные. Ну, одним словом, вы едете туда, и на этой плазе вы покупаете то, что вам надо. А пешком тут особо не походишь. В Нью-Джерси на многих местах даже нет тротуаров в принципе. Видите, где здесь ходить пешком. В Нью-Джерси цена на бензин ниже. Вот я сейчас на одной заправке нахожусь. Ниже, чем в Нью-Йорке, потому что налог пониже. Вот сейчас вы видите цены, да? Внизу, вернее, вот увидите цены. Две цифры. Сверху написано Unled Cash. Ну, короче, без свинца Unled, да? Regular – это 87-87 октановое число. И если вы платите кэш, то вы будете платить 2,23 за галлон. И если вы платите кредитной карточкой, то это 2,33 за галлон. Соответствующие накидки и на другие сорта бензина. То есть, о чем это говорит? Что люди хотят кэш, люди хотят нал, черный нал. Черный нал рулит и здесь тоже. Чтобы постараться скрыть свои доходы. На заправках обычно есть вот такие местечки, где можно подкачать колеса. Видите, вот можно почистить внутри салона. Подкачать колеса на сегодня это в автомат бросаешь 1,50 $ квотерами, монетками по 25 центов и оно тебе минуты 4 будет дуть из компрессора. А тут тоже, наверное, 1,5 $ за вот эти шланги всасывающие. А сейчас я съехал с дороги в Нью-Джерси. Просто, чтобы заехать в поселок, в девелопмент, как здесь мы говорим. Покажу вам два девелопмента. Первый, он подороже, но в нем могут позволить себе жить, например, семья, у которых муж и жена программист. Либо муж, доктор, жена, медсестра. Либо муж, юрист, жена не работает, детей не отчет. Ну, вот такой поселочек. Дома приличные. Обычно большие 4-5 спален. 300-400 метров квадратных. Есть подвал. Есть подвал. Подвал обычно делают то, что называется finished. Стены закрывают. Столы бильярдные, сауны, мало кто что хочет. Во дворах обычно бассейны. В этих домах стационарные. In-ground pool. Земле строятся, да? Ну, так себе и живут люди. Хлеб жуют. Конечно, летом здесь все симпатичнее, приятнее. Вот. Такой домик можно продать, конечно, и доложить немного денег и купить квартиру в Манхэттене. Ну, у каждого человека есть свои ценности. Каждый человек проходит какие-то свои этапы в жизни. Растят детей. Кто как считает. Некоторые считают, что лучше растить детей в Нью-Джерси. Вопрос спорный. Ну, бывает по-разному. Ну, по крайней мере, вот такие. Еще раз хочу вам сказать, что эти дома вовсе не для богатых людей. Совершенно нет. Это дома для обычных, ну, я бы сказал, upper-middle-class. Upper-middle-class. Люди, у которых семейный доход больше 100 тысяч долларов в год. А лучше 150, скажем. Тут они и живут. Видите, тут даже тротуары есть. То есть можно и пройтись вокруг девелопмента. Но будет скучновато, конечно. Потому как ничего тут нет. Надо отъехать. Надо сесть в машину и ехать. Тогда будет плаза, будут молы. Мола это набор больших магазинов. Ну, одним словом, вы меня поняли. Как я обещал, покажу вам второй девелопмент, где дома попроще. Дома могут быть с общей стенкой. Дома поменьше, чем в первом. Но зато здесь могут себе позволить жить люди, у которых одна зарплата. Ну, даже более-менее приличная. Скажем, программисты работают, а жена не работает. Есть дети. Вот такие девелопменты. Это называется таунхаус. Вот с гаражами. Может быть, гараж на одну машину, может быть, на две машины гараж. Очень приличные дома. Небольшой участок сзади. Там, ну, там, то, что называется, можно поставить патио, где сделать грил. Гриль. Вот. Ну, вот так это примерно выглядит. Тоже девелопмент, но поменьше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...